Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, всем привет, с вами Кроманьонец. Сегодня я хочу записать вам подкаст, он будет достаточно большой, про свою жизнь в данный момент, про моё воздержание и как оно поменяло всё в этом году. И просто присаживайтесь поудобнее, я понимаю, что YouTube это не площадка для таких форматов, но мне хочется что-то вам записать, вот прям с утра, сейчас 7 часов утра, у меня выходной, я даже отключил обогрев здесь в своей комнате, а как вы знаете у меня сейчас здесь зима, а отключил я его почему, но он шумит постоянно, есть вот такой старый обогреватель, вообще в Америке, чтобы понимали, можно иногда очень удивиться, насколько всё плохо в бытовом уровне здесь, потому что, ну тут обогрев вообще, наверное, у нас, наверное, таких не было никогда, либо в годах каких-нибудь 60-х такие ставили, он, короче, очень сильно шумит, прям вообще невероятно, он, наверное, электроны и обогревает он себя так себе, но всё равно выживать получается. Я, конечно, вот эти все подкасты записываю для того, чтобы подготовиться к выходу на iTunes, я хочу вылаживать свои подкасты в нормальном аудио формате на других площадках, чтобы вы могли их слушать у себя там на работе, если у вас такая работа, где можно ничего не делать и слушать, например, в офисе, либо в метро, на автобусе, пока вам делать нечего, стоите в пробках, я знаю, что это, может быть, будет звучать ЧСВ, что я вот прям хочу записывать такие подкасты и всё будет окей, но я знаю, что если даже человек сто будет их слушать, мне будет приятно, потому что это такое для меня хобби и оно как-то меня подбадривает, вот. Я извиняюсь сразу, если я буду звучать как-то чуть убито, хотя, наверное, по происхождению записи этого подкаста я буду просыпаться постепенно, потому что серьёзно вот проснулся и первое, что мне пришло в голову, окей, я должен записать подкаст. А почему? А потому что, ещё раз напоминаю, я живу в Ганканьоне и здесь, да, есть интернет лучше, чем он был в Йеллоустоуне, но проблема в том, что он всё равно медленный, он постоянно прерывается и что-то загрузить, это большая проблема. А сегодня что получается? Я смогу взять машину у кое-кого и поехать в город, и там будет Старбакс, и там будет интернет побыстрее. И вот я сейчас запишу этот подкаст, и когда я поеду туда, я выложу его, не выложу, наверное, сразу же сегодняшний, сегодняшний день, но поставлю его по расписанию, он выйдет, наверное, через неделю. Плюс у нас уже приближается Новый год, и мне как-то вот к Новому году у меня всегда такое чувство какое-то своеобразное, это, наверное, один из таких праздников, где мне реально хорошо, и мне всегда он приносит какие-то позитивные эмоции, хотя последние четыре года для меня Новый год был не совсем хорошим, потому что я все-таки живу в Америке, здесь Новый год празднуется по-другому, я не хочу сейчас говорить, что вот они тут празднуют, как-то это не так, нет, просто, ну вы понимаете, я иммигрант, у меня здесь нету семьи, нету друзей, которые были в России, все равно есть знакомые, я их называю знакомыми, я не люблю называть каждого человека другом, есть, я считаю, что настоящие друзья, которых единицы, а есть просто знакомые с ними, можно поболтать, поговорить, и может быть даже интересно, но все равно вы с ними не сможете прям быть полностью открытыми и делиться всем, чем вы хотите делиться с такими вот людьми. Хотя, опять же, вот я вот этот весь год из-за того, что ездил по разным местам, у меня появилось очень много знакомых с разных штатов, с разных стран, и меня это очень бодрит, потому что, когда я жил в Лос-Анджелесе, это была настоящая каторга для меня, я, как вы знаете, находился на днище, если вы смотрели мои предыдущие видео и подкасты, я вздорачивался, я ничего не хотел делать, у меня не было вообще никакой мотивации, я там глубоко у себя в голове всегда хотел там, да, записывать видосы, учить мошен-графику, автор-эффект с анимацией, мне всегда нравился визуальный арт, но я не мог ничего делать, и точнее, я как бы мог, но у меня не было мотивации, а для меня, если нет мотивации, нет каких-то эмоций, я просто умираю, мне, не знаю, мне не хочется ничего делать, и это меня, конечно же, очень сильно тревожило, но потом постепенно, маленькими шагами я начал выбираться из этого всего, как вы знаете, я начал, точнее, я, я знал, что у меня проблемы с спортозависимостью уже, как только я приехал в Аберику, потому что почему-то, как я приехал в Аберику, из-за того, что, наверное, родовое, все было новое, и у меня начался стресс, и я приехал сюда сразу после, наверное, вот этого какого-то детского периода, когда ты в школе, и твои родители за тобой смотрят, а потом ты уже, вот, приезжаешь сюда, и надо работать, нужно находить новое знакомство, и это на меня, конечно, повлияло, плюс совершенно все новое, и все вот мои такие устои, к чему я привык, здесь их просто нету, и вот это вот все скопилось, скопилось, из-за того, что я очень сильно склонен к просмотру порнографии, это влилось в полнейшие пиздб, и это привело к плачевным последствиям, и сейчас я вам честно скажу, из-за того, что я вот почти уже воздерживаюсь год, наверное, вот месяц, вот наступит Новый год, и я могу честно вам сказать, что от порнографии я воздерживался уже год, и я вам скажу так, весь этот 2019 год для меня это была одна большая перемена, как я вам говорил уже до этого, что если вы перестанете смотреть порнографию, сможете воздерживаться, это будет не какая-то волшебная, не знаю, это не будет панацея, это не будет панацея, которая вас спасет от всех ваших проблем, нет, но вы будете более уверены, у вас не будет проблем психологических, они, конечно же, некоторые из них останутся, но проблемы, которые были вызваны порнографией, они уйдут, у вас поменяются взгляды на жизнь, и вот эта вот вся основа, фундамент вам поможет двигаться дальше, потому что раньше я очень сильно боялся какого-то любого стресса, либо потерять контроль хоть над чем-то, я всегда боялся делать шаг, и я оставался на том же месте, на том же днищерском месте, я, например, вот ненавидел жить в Лос-Анджелесе, я считаю, что этот город просто огромная помойка с фейковыми людьми, и это просто не для меня, если вам, например, хочется перехать в Лос-Анджелес, либо вы живете в Лос-Анджелесе и слушаете сейчас этот подкаст, то флаг вам в руки, я вам не хочу ничего доказывать, но я вот просто такой, мне вот не нравится постоянное солнце, я люблю перемены, погода, я люблю, когда снег, я обожаю его, вот сейчас вот идет снег, я чувствую себя, как будто мне 10 лет снова, хотя лучше говорить не 10 лет, потому что 10 лет, честно говоря, когда мне было в моей жизни, это был не очень хороший период, но как будто мне, не знаю, 15 лет снова, мне очень нравится это все, все такое разнообразное, постоянно меняется здесь погода, и меня это вдохновляет, вдохновляет даже вот сейчас делать этот подкаст, я чувствую себя наконец-таки хорошо за долгое-долгое время, очень сильно я все это поменял, и мне это нравится, я рад, что я сделал вот этот шаг и поехал вначале в Yellowstone на другую, на вот эту вот работу, и самое интересное, что ты начинаешь видеть, насколько вот эта вот потеря комфорта, потеря контроля вначале тебя обманывает, вот когда вот я вот приехал даже сюда, вот в Гранд Каньон с Л.А., а я Л.А. еще раз говорю, ненавижу, я всегда хотел уехать, но я приехал сюда, я смотрю по сторонам, и я вот тогда еще записал видео, которое называлось «Несчастье Кро», где я говорю, что типа что-то как-то здесь не очень, и тогда реально, когда я приехал, мне казалось, блин, что-то я не знаю, что я буду сейчас делать, как-то не так, может мне поехать обратно в Лос-Анджелес и пытаться там что-то делать, хотя это полное безумие, потому что я уезжал с Лос-Анджелеса несколько раз, вот самый большой период, конечно же, был, когда я был в Йеллоус-Тоуде, ну и до этого я уезжал там на неделю-две, и всегда, когда я возвращался, я это ненавидел, хоть и когда я находился в другом городе, я всегда думал, окей, сейчас возвращаюсь в Лос-Анджелес, я отдохнул от этой суеты, и все будет хорошо, и никогда не было хорошо, я просто скатывался обратно же в эту вот суету, мне было не очень неприятно, было вообще, мне ничего не приносит удовольствия там, и я опять скатывался в ничего, просто включал режим выживания, не делал ничего полезного, то есть я повторял одни и те же действия, всегда думал, что будет какой-то другой результат, но он всегда был один, и как мы знаем, вас и, по-моему, Эйнштейн, если не ошибаюсь, говорили, что если вы делаете одни и те же вещи и думаете, что исход будет другой, то у вас безумие, и возможно, я уже безумен, я не знаю, возможно, у меня уже поехала крыша, я без понятия, но мне это уже, честно говоря, никак не волнует, потому что мне сейчас нормально, я за долгое очень сильно время могу сказать своим друзьям, что, хей, не так все плохо, потому что сохранять деньги у меня получается, я вот не забоялся, поехал куда-то, стал что-то пытаться новое делать, и это, конечно же, на психику влияет, потому что для мужчины, когда вы не можете ничего нормального зарабатывать, когда вы не можете прогрессировать, вы можете это даже сами не замечаете, потому что сейчас у нас очень много разных вещей, которые могут нас отвлекать от этих всех проблем, экзистенциальных, да, existence, от слова existence, sorry, у меня иногда очень плохо с произношениями некоторых слов, и поэтому, кстати, я записываю тоже подкасты, чтобы тренировать свою речь, потому что мне очень нравится говорить, вот, и когда вы себя постоянно отвлекаете, вот это даже неосознанно порнографией, социальными сетями, от вот этих вот ваших главных внутренних проблем, вот я еще раз говорю, для человека это очень важно делать, прогрессировать постоянно что-то, что-то делать и прогрессировать, то, когда вы вот убегаете от них, у вас внутри все равно вот эта боль остается, у вас начинается какая-то ненависть, депрессия, начинается двачь, и вы просто стоите на месте и начинаете винить всех вокруг, и это неправильно, вот, и у меня сейчас из-за того, что я вижу какой-то прогресс, я вижу какое-то будущее в своей жизни, у меня нет вот этой всей ненависти ко всему, я рад, как все слаживается в данный момент, я не знаю, что будет в будущем, но я вам могу точно одно сказать, из-за того, что вот у меня вот это вот воздержание, у меня нету больше стресса, никакого необъяснимого, в принципе, стресса, потому что когда я возрачивался и смотрел очень много порнографии, потом у меня там неделями был стресс, была какая-то безысходность, я думал, что у меня ничего никогда не получится, это было, это чувство тревоги, это было ниоткуда, вы понимаете, это было вообще никак не связанное с реальностью, то есть все люди, в принципе, через это идут, но я видел, что многие, например, люди делают что-то со своей жизнью, пытаются что-то делать, а я в тот момент просто ходился в дище, ничего не мог делать, у меня была полностью какая-то неуверенность в себе, и мне очень тогда тоже повезло, то, что мне как-то могли поддерживать мои близкие, мне мог помогать отец как-то финансово в первый, наверное, год-два, и это мне помогло выжить вообще, в другом случае я, скорее всего, был бы здесь бомжом в Америке, либо уехал бы обратно. И вот так вот все сложилось, что я вот начал воздерживаться, и в тот же момент я понимал, что вот сейчас вот начинается тот год, когда либо я должен что-то делать, начинать прогрессировать, либо я, возможно, даже вообще не должен оставаться уже в США, потому что это куда-то идет не туда, потому что 4 года у меня, в принципе, не было нормального прогресса. И вот эта вот основа, которая создалась с помощью воздержания, идти к проблемам, сейчас я на самом деле понимаю, что сейчас, в данный момент у меня все вроде бы нормально, да, в жизни, но в любой момент все может пойти куда-то не туда, да, например, у меня начинаются какие-то новые здесь отношения, где я сейчас нахожусь, я, конечно, люблю говорить о личной жизни, да, они как бы в воле-беде выглядят нормально, но мы все знаем, если бы не девственники и не олени, что это все как бы временно, и все может пойти куда-то не туда, а может и не пойти, кто знает. Например, это может как-то измениться, но это не сильно важно. Больше, например, меня волнует, что сейчас я, например, могу потерять работу, либо у меня что-то будет со здоровьем, либо любой другой фактор, который я даже не могу контролировать, может измениться, и моя жизнь опять начнется такая страдательная. Но это нормально сейчас для меня, я даже как-то на самом деле возбужден насчет этого, потому что, ну а что тут такого, что будут какие-то проблемы, это же все нормально, потому что вы не можете избегать это в своей жизни, если особенно вы что-то хотите поменять, если вы действуете постоянно, хотите развиваться, у вас будут проблемы. И это нормально, потому что, несмотря на все пиздецы, которые со мной происходили, раньше в жизни я еще вспоминаю с какой-то, знаете, такой ностальгией даже, и я очень горд, что я прошел через это, и я до сих пор еще на плаву. Я вам так скажу, что из-за того, что я занимался эйджингом, я очень много смотрел порнографию, у меня были такие моменты, даже когда мне казалось, что в принципе зачем жить, то есть что я делаю, никуда я не иду, ничего не происходит в моей жизни. И сейчас я это смотрю с улыбкой и думаю, что, кто этот был человек. У меня сейчас такое впечатление, что вот мой прошлый я, 15-летний, опять здесь, который хочет что-то менять, хочет как-то развиваться, ходить куда-то. Даже я вам больше скажу, раньше я сидел здесь в Америке и считал, что окей, либо Америка, и вот у меня будет тут success, я буду, стоп, устану, как же будет стоп, success на русском. То есть у меня будет победа, я что-то добьюсь, и все будет нормально, и вида в Америке, либо все, где конец, и это просто путь в никуда. Сейчас на самом деле, мне без разницы, куда я, например, смогу поехать потом отсюда, если у меня здесь, например, что-то не получится, потому что я вам честно скажу, мне не нравится менталитет американский, мне не нравится их культура, которую сложно назвать вообще культура здесь, мне не нравится еда, как они себя, их стиль жизни, но мне, конечно же, привлекают все возможности, вот это вот приключение жизни в разных штатах, природа, и все равно есть несколько людей, американцев даже, которые мне достаточно симпатизируют, и мне нравится их точка зрения, мне нравится с ними разговаривать. И плюс я понимаю, что весь мир, в принципе, смотрит на Запад, и мне иногда кажется, что да, я могу ехать с Америки, но через 10 лет будет так же везде, и это, конечно, меня напрягает очень сильно, вот эта вот глобализация, которая лидируется Западом, это неправильно. Не хочу сейчас включать Соловьева, понимаете, да, но просто оно так и есть. Я не антизападный человек и так далее, но что есть, то есть, это факты, и многие американцы сами это видят. С другой стороны, я понимаю, что я интроверт, 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 человек, который не очень любит находиться на вечеринках, и любит постоянно находиться в окружении людей, но интроверты, как вы знаете, на самом деле очень много думают и всегда хотят как-то выражаться. Вот я это выражаю через подкаст, и также, когда вы находите таких же людей, как вы, интровертивных, и у вас есть какие-то схожие мысли, схожие мнения, то это вообще полный, получается, какой-то кайф. И вот мне вот есть несколько людей, которые вот дошел в этом году, с которыми я постоянно общаюсь, и мне приятно. Я вам, честно говоря, очень сильно хочу посоветовать, хоть если вы и недовидите общество, и вы считаете, что большинство людей это говно, я с вами наполовину, наверное, согласен, и не буду вас судить за такие мысли, потому что и правда иногда у меня у своего руки отпускаются за счет общества, но если даже если вы интроверт, и вы чувствуете, что вы не очень хотите контактировать с людьми, все равно пытаетесь ходить на какие-то мероприятия, ходить на какие-то кружки, группы, которые вам могут симпатизировать, и может быть, вы когда-то найдете какого-нибудь там человека, с которым вам будет интересно общаться, вы сможете иметь какие-то дебаты, менять свои мировоззрения, и это очень классно. Я лично считаю, что это то, что помогает мне даже вот сейчас вот находить какие-то новые мысли и делиться вот со всем этим с вами. Извиняюсь, я чуть-чуть, у меня чуть-чуть речь не совсем хорошо построена, сейчас я понимаю, но я надеюсь, хоть кто-то из вас дослушал уже хотя бы до этого момента подкаста. Давайте еще подзапишусь и, наверное, пойду делать свои дела, поеду в город, выложу этот подкаст. Я сразу хочу сказать, что я, скорее всего, этот подкаст назову там «Год воздержания», либо «Почти год воздержания», потому что про весь вот мой путь воздержания в течение 2019 года я хочу сделать, наверное, все-таки отдельное видео, а не вылаживать в этом подкасте. Но все же я вот, наверное, с вами поделюсь некоторыми вещами. Наверное, напоследок приходится поговорить об такой интересной теме, как взаимоотношения между женщинами и мужчинами, современные взаимоотношения, потому что мне кажется, что порнография и вот это вот все неправильное воспитание мужчин о том, как нужно построить отношения, влияет сейчас очень сильно. Я это вижу везде. Чтобы вы понимали, у меня вот есть работники, да, не мои работники, извиняюсь, колени, колени, вот, куворкеры, с которыми я работаю, и есть, например, пару девушек, есть вот такая толпа, не толпа, но несколько еще мужчин, да, есть. И вот эти пару девушек всегда привлекают этих мужчин. И мне вот, например, пофигу, потому что у меня у самого сейчас есть девушка, которую я тут нашел, у нас только начались отношения, по схожиму, что на как. Но и также просто я смотрю, знаете, на вот этих всех оленей, и я понимаю, что если вы хотите как-то привлечь себя к девушку, вы не ведете себя как последний, не знаю, там, подкаблучник. Плюс воздержание на меня очень сильно повлияло. Я сейчас, знаете, не в таком состоянии, что я вижу какую-то девушку, у нее какая-то задница, да, я такой, вау, вау, нужно как-то поговорить. Нет, честно говоря, пофигу, да, это все. Я смотрю на девушек, когда full package, да, эти вот полный пакет, окей, да, у нее плохая внешность, что у нее там с характером, окей, окей, окей. И я всегда, как я говорил в предыдущем, наверное, видео, что я смотрю на девушку не так, как, типа, понравлюсь ли я ей. Нет, я смотрю, она мне понравится или нет, потому что я не сильно как-то гонюсь за этим. Мне, в принципе, без разницы, да. У нас все-таки у мужчин это заложено, знаете, в ДНК, в наших генах, найти себе партнершу, это нормально. Но я как бы не гонюсь за этим, плюс я могу этот инстинкт контролировать, потому что у меня есть самодисциплина, а не животное. Вот, и поэтому я вот на это все смотрю, и мне очень всегда забавляет тот факт, что вот я вот такой, знаете, уверенный, я на них сильно вообще никак не обращаю внимания, на этих девушек, я делаю свое дело. И эти все девушки, они все пытаются со мной флиртовать, они все пытаются как-то меня трогать, что-то мне там говорить. И у меня очень много вещей, которые я там делаю на работе, проходят гладко из-за того, что иногда я не работаю так, как нужно. Я, например, могу там достать телефон, начать сидеть, что-то смотреть, и мне ничего никто не говорит. И другие мужчины могут начать говорить всякие проблемы и так далее. Это достаточно интересно. Может, мне просто, конечно, везет. Возможно, сейчас они так на меня посмотрят, я ничего не делаю и волят завтра. Я не знаю. Но я вот просто хочу вам рассказать, наверное, вот напоследок, последняя вот эта вот часть подкаста будет об этом, о взаимоотношениях вот этих всех. Просто вы должны понимать, что воздержание, когда обсуждается, некоторые говорят, что вот оно помогает найти тебе девушку. Оно тебе помогает найти девушку, да, но из-за того, что ты сам стал уверенный, и это чувствуется, это противоположный пол, это чувствует, что ты уверенный, ты не в нужде найти себе девушку, и ты личность. И это девушек привлекает. Да, большинство девушек там суки, и если смотреть с точки зрения морали, они неконтролируемые. То есть это, конечно, бывает вызывает какую-то ненависть, и ты начинаешь уже браузить группы МДшников. Но я считаю, что МДшники – это те же феминистки, только с членами. Поэтому, да, что же такое там? Ну, слышите, это, блин, хитр хрустит здесь. Вот, это уже, я говорю, МДшники – это те же феминистки, только с сосисками. И когда я вижу эту ненависть про девушек, мне это чуть не нравится, потому что, ну, блин, ну что поделать, если эволюционно они так созданы, это их не инстинкты, они не любят вот этих вот всяких эмоциональных парней и так далее. Хоть и нам и кино, и книги показывают, что вот, ой, да, как же классно, вот, вот, парень вот сделал это, это для девушки, вот они все вместе. Но потом ты разговариваешь с девушкой, например, вот ты разговаривал с девушкой, да, вот я могу поговорить, парни, вот я вот могу, вот я хочу похвастаться, что я говорю с девушками, вот воздержание помогло. Ну, все же, я вот разговаривал, я, бывает, девушкам рассказываю всякие вещи, и мне интересно всегда их эмоции, как они на это реагируют. Я вот девушке сказал про одного парня, который в городе моем был, в России. Он повесился ради девушки, он себя убил. И, знаете, если вы будете опираться на вот этот весь образ женщины с фильмов, с романтических всяких кино, фильмов, то вы подумаете, что она такая, вау, воу, 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 типа, начнет переживать, типа, вау, вот это, блин, как так же получилось. Но большинство девушек смеются над этими парнями. Это самое смешное, что происходит, что большинство девушек, ты это говоришь, и у них реакция типа, что, типа, что. И эта девушка мне сказала, вот, которая здесь в Америке находится, она мне сказала, что случилось с мужчинами, почему они так себя ведут. Она не имела никакой жалости. Я, в принципе, тоже сильно жалость не имею за этих парней, которые себя убивают ради девушек. И она мне так сказала, я не понимаю, типа, что случилось с мужиками. И у меня тот же самый вопрос, понимаете, что случилось с мужчинами. А что случилось? Вздроченность, неправильные ориентиры и так далее. Это все повлияло на нас, я считаю. И я вам скажу со своих, не знаю, наверное, отношений, чем ты более самостоятельный, автономный, более жестокий в правильном плане, именно как мужчина, никогда не будьте жестокими к женщинам, поднимать на них руки, не знаю, там, орать. Это все воспринимается как низкие качества. И еще раз говорю, они не... Если вот вы ударите женщину, вы будете думать, что вы сильны, но на самом деле это слабое качество. И мужчина так не должен чувствовать, делать. Он не должен пить женщину, он просто должен говорить, окей, если ты не делаешь для меня это... Даже не нужно ей объяснять. Вы просто уходите, и все. Просто это не ваша женщина. И конец. Не стоит ничего остального, другого делать. Это не стоит того. Конечно, могут быть какие-то там варианты, что там, например, она взяла, съела вашего ребенка. Да, тогда, наверное, можно поебалу два раза дать битой. Но в большинство случаев лучше не надо этого делать. Поэтому такие дела. Что к чему я вел? Все мои кворкеры, сотрудники, они клеятся к этим девушкам. Есть у нас вот, например, одна девушка Кейтлин. У нее проблемы с головой. Она просто вот такая, знаете, разрадная девушка, которая со всеми будет спать. И у нее проблемы эмоционального характера. Видно, что, знаете, у нее такие daddy issues. То есть девушка, у которого не было нормального отца. Она постоянно хочет внимания. И вот она к этим парням подходит и говорит, типа, там, свои проблемы, говорит о своих отношениях этим парням. А из-за того, что она им нравится, сядет и парням такие, о, да, 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 ну, расскажи мне больше. А что, а у него пися нормальная, да? Ну, я вот послушаю, я просто хочу показать, что я вот друг. И один мужик мне вообще сказал, я его не хочу даже мужиком называть сейчас. Короче, он мне сказал, типа, вот, если кто-то с ней будет встречаться, то это я, потому что я с ней друг уже один год. Это настолько человек, который не понимает, как девушка действует. Если ты во френд-зоне уже один год, то извини, парень. Нет, ты просто для нее эмоциональная губка. Вот. И она бывает ко мне пытается что-то подходить и разговаривать там, рассказывать. А я, знаете, чтобы говорю, я просто говорю, а мне неинтересно. Ну, очень классно, конечно, мне это нравится, но я неинтересно. Я просто ухожу. И это ее настолько бесит, и она постоянно что-то ко мне подходит, что-то там в глаза смотрит, трогает. Это забавно. Вот я вам все скажу, это забавно. Поэтому, парни, не будьте оленями, не будьте вот такими вот всякими, знаете, типа вот девушка, пьедестал ее ставит, что я могу для нее делать. Нет, просто на это смотреть так нужно. Подойдет ли она вам? Вот вы с ней разговариваете, да, вам она нравится, у вас заиграли гормоны, но все равно смотрите, больше, чем просто вот это животные инстинкты. Смотрите дальше. Смотрите, а хороший ли это человек? Да, если у вас, например, не получается уже разговор заводить изначально, то не нужно идти там в интернет, а что сказать девушке, а как с ней, не знаю, там понравится. Нет, это все херня, это не нужно делать. Если у вас не получается разговор, бай-бай-бай, пока, и у вас найдется другая девушка. Если вы будете, конечно, не знаю, ходить куда-то на какие-то там, не знаю, концерты, группы, то вы всегда можете кого-то найдете, и у вас будет клик вот этот вот, у вас будут какие-то схожие интересы, и все будет хорошо. А вот это всякие пикап кулчур, это все говно. Вот все, что я вам хотел сказать. Мне надо идти уже сильно светло стало. Мне уже как-то некомфортно даже дома сидеть. Я вам еще хочу про себя сказать, когда день на улице, если я дома сижу, то у меня наступает какая-то подавленность, депрессия. Мне нужно что-то делать. Спасибо за прослушивание. Я надеюсь, хоть кто-то дослушал до этого. Если вы дослушали до конца, поставьте лайк и напишите комментарий, что я выжил. И хэштег воздержание 2020. Я не знаю, уже скоро будет, правильно? Вот. Спасибо большое, парни. Я еще раз хочу вас поблагодарить. Я надеюсь, что следующий год... Про Новый год и вот это все мы еще выпустим видео и поговорим. Вот. Спасибо. Всем пока. Республика воздержанцев. До свидания.